Ребятки, всем привет! Всем доброе утро! И у нас сегодня снег ночью. Ночью снег выпал. Видите? Ну он такой. Еле-еле. Ну, выпал. Кашель у деток закончился. Нужно убрать этот ингалятор. Черепашки наши! Черепашки! Смотрите, какие! Черепашки проснулись. И вот тресогусятина проснулась. Тресогуська моя проснулась. Доброе утро! Будь здоров! Будь здоров! Брали в светофоре вот такие печенья. Помните? Они вот тут в шоколадной глазуре. Внутри апельсиновый джем. Мягкий, вкусный, вкусный. Метрополис. Ребятки, попробуйте. Они недорогие. 160 рублей килограмм. Оно очень-очень вкусное. Саня утром гренки сделал. Ой, ты будь здоров! Будь здоров! У нас снег. Снег, снег, снег. Все проснулись. Зверятки. Саня вон там курицу нарубил. Не ест. Ешь давай. Понюхает и бегает. Не знаю, что. О! Смотрите, что делает. Вот так берет вот что-нибудь. Господи ты боже мой! Смотрите, что с этими делает. Все грызет. Вот так тащит и берет, и тащит к себе. Вот что, нельзя там, как собака нормальная поесть за столом. Вот все несет сюда. Все несет на этот коврик. На подушку. Тут, ребятки, подушка. Подушка. Всем привет! Саня машину там подогревает. Что ты говоришь? На улице, говорю, мороз с утра. Минус три. Сейчас тоже? Да. Ну и что? Что? В феврале было плюс 23, сейчас минус 3 в марте. Нормально. А? Видите что? Вот вся наша картошка. Как я вот эти вещи не люблю. Вот это вот. Капецик. Мы сейчас поедем, что-то переберем. Вот осталось картошки, лука нет. Лука нет. Вон это тыква, видите? Мама, которую рассаживала. И что? Вот прям вот мы едим так эту тыкву. Не едим мы ее прям так. Редко очень. Ой. Сделала я себе, ребятки, кофеечек. Галечка, кофеечек. Кофеечек. И едем в Белоречку. Едем, ребятки. Сейчас обувь одену. Надену. Надевать, ребятки. То, что на себя одежда. Надевать. Надевать, ребятки. Все. Поехали. Видите, как снега так, таково нету. Ну, замело. Ветер видно был. Саня печку включил, натопил здесь. Ешкин кот, как будто мы этот. В Магадане сейчас. До минус три. Саня, щелкни вот эту фигню. А то у меня телефон в руке не утопил. Все. Ай, что творится. Минус три. Ну, сейчас что-то везде так похолодало. Везде многие пишут. Холодно стало, холодно стало. Ну, циклон какой-то летит, ребятки. Пусть, пусть холодно, чем потом, да, Саня, в апреле, в мае, как морозы придут. Это пусть так лучше, пусть так лучше, пусть так лучше. Всему свое время. Мы уже в Белореченске. Вот здесь, ребятки, тепличный комбинат. Тепличный, Белореченский тепличный комбинат. Здесь он огромный. Тут конца и края нет. Мы уже проехали. Сейчас, наверное, его топят там, топят. Да, видите, вон там трубы. Топят, топят. Вот тепличный комбинат Белореченский. Там теплица. Вот тут магазин у них. Овощи, фрукты. Сейчас зайдем, посмотрим, что есть. О, пирожки еще есть. На пирожки, наверное, здесь столько людей работают. В Геогинской снаше очень много людей работают. Здесь пирожочки стали продавать. Ну, сейчас зайдем вот в этот магазин, посмотрим огурцы, помидоры, сколько стоят. Сейчас сумку накину свою, зловещее. Нескользко. Работают с 7.30 до 19.30. Без перерыва и выходных. Идешь ты? Идем, идем. А что, не работает? Сегодня воскресенье. А, воскресенье с 8.30 до 16.30. Сегодня же воскресенье. Сегодня суббота. Сегодня суббота. Ну, а что тогда? Ну, а что тогда? Нету никого. Значит, отошли куда-то. Там вообще свет горит, нет? Там горит, свет. А? Свет, да, не горит. Свет горит? Нет. Не горит? На полках ничего нету. Не работает. А что это они? Почему? Вот так вот. Одни пирожочки. А что это они, Саня? Не знаю. Что, огурцов нету? Всегда же и зимой, и летом и всегда есть, да? Ну. Странно. Ну, ладно. Все, музыка, авторские права. Видите, вот здесь. Подожди, Саня, подождите, ребятки. Вот, видите, до нашей станицы, станица Геогинская, 22 километра. Белореченск. Поехали к Джульетте. А Джульетта вот сразу вот здесь вот, за забором там и этот, ярмарка. Вот сразу Белореченск, видите, вот он, табличка Белореченск. Вот ярмарка, Дары Кубани. С той стороны, да, подъедем? Вот там везде картошку продают. Много картошки. Ну, вот Джульетта будем брать. О, что это? Сегодня не наш день, что ли, Сань? Что-то я не понимаю вообще. А что так? Почему так? Что за ниточка висит с гирей? А? Сейчас, стой. Господи, боже мой. Что за? Что за день? 12 марта 2022 года. Субубота. Субубота. Давай отсюда попробуем. Здесь тоже закрыто. А что это они? А как картошку тащить-то? Не знаю. Ну, спроси там у них. Что вы там закрыли все? С какой стороны подъехать-то? Что это такое? Балки выткнули. Или платно? Что? Сейчас платно 50 рублей. 50 рублей? Да. Ну, давай. А что, из каких-то пор 50 рублей стало? Ну, вот сделали платный. С 1 марта, наверное? А кому 50 рублей давать? Мужчине этому? Да, вот. Есть мелочь? Есть. Сейчас, да. Полу-ёкорная баба. Сейчас. Видите, ребятки, что творится? Всю жизнь была бесплатна, а теперь стало платно. Возьми в кошельке. 50 рублей. Дары Кубани. Вот, палки поставили. Давай, подпиши в туалет. А там кто нас выпустит? Стой, стой, тут же палки же ведь. Саня. С той стороны потом выезжать или отсюда? Да, да, да. Да, да, да. Вот, что нам дали. О, шиндер-мондер за пупындер. О, сколько картошки. На посадку. Тоже 40, мелкая 35. Обалдеть, цены какие. Горох 35, Сань. Здесь цен нету. Надо было сразу в Великовечку тогда ехать. Крупам, группам. Тут, наверное, сахар есть. Да, вот здесь. Нам сахар не нужен, у нас его валом. Вот тоже картошка. Мартошка, цен нету. Муки валом. Ой, картошка какая красивая там была. Сейчас здесь вот Джульетта возьмем. Вот Джульетта самая лучшая картошка. Сань тоже вот эта длинная, да? Ой, смотри, собачье. Ой, сколько этих собачек. Все. Вот Джульетта. Это гала, да? Да. А вот это гранат, да? Это гранат. Да, вот она, видно. Гала. Смотри, гранат стоит 40 рублей, но можно по 37 рублей своим покупателям постоянно. О, это наша гала. Вот, желтая гала. А граната, она желтая, белая? Желтая, белые картошки. А граната, она какая, рассыпчатая, плотная? Она разваристая, вкусная. Вот мы как-то привозили ее, потом не было. Да? Давайте нам мешочек тогда вот хороший самый. Смотри, это по 50 рублей можно. У меня даже оптовики вот для магазинов берут по 50 рублей. А гала почем? По 38. По 38. Сейчас. У нас 30 рублей в супермаркетах, я смотрела 21. Не знаю. Ну, вообще. Так. Давайте нам вот этот гранат. Гранат. По 50. Джульетта, а почему тепличный комбинат закрыт? А, закрыт? Да, вообще закрыт. Там полки пустые, ничего нету. А, ну, это... Ну, сначала там было написано... Ой... Что он сначала обанкротился, потом его... Ну, как-то даже я на обиде видела, его продавали. Продавали даже? Обалдеть. Сейчас сказали, что джудуховская комбинат вот этот выкуп. А-а-а... Обалдеть. Многие работают там. Да. Ребятки, значит, платный... Почему платный въезд? Джульетта объяснила. Суббота, воскресенье до 11 часов стоит 50 рублей. Вот. Вот такие вот здесь условия. Сейчас опять оттуда выйдем. Если приедем попозже, после 11, значит, въезд бесплатный. Вот. Картошку мы взяли сорт, вот эта голландская сорт, гранат. Мы Джульетте верим, доверяем. Она говорит, что она рассыпчатая, желтая, такая же, как и... Похожа на галу. Галу осталась только вот мелкая. Вот. Масло мы не покупаем, мы масло всегда покупаем в пятерочке или в магните. По акции. Последний раз была бутылка там, наверное, на 0,9, да? Почему? На 109 рублей. А вот Джульетте вот разные, там, бутылки эти и литровые, и двух, и трех, и пяти. Она говорит, цены на масло растут. Цены растут на масло. Здесь комбикорм выдаётся. Всё, мы едем в Белореченск. Белореченск. Проезжаю агрокомплекс и вспомнила. У нас же в столице тоже есть агрокомплекс. В этот раз, когда я варила курицу, которая вот эта бульонная, я говорю, у нас такой курицы нет. Ребятки, женщины, спасибо вам огромное. Сейчас подождите. Спасибо вам огромное. Так много людей написали, в агрокомплексе таких кур валом. Это что? Да, называется МИ, МИ, как-то МИННЫ, как-то МИННЫ, как-то МИННЫ, что-то, МИН, что-то там МИН. Ни один человек написал. Много людей написали и сказали, Люба, так вот, агрокомплекс. Что там, ДПС, ДПС, всё, всё, всё хорошо. Всё пристёгнуто, ну, пристёгнуто. У нас всё хорошо. Там ДПС, ребятки. ДПС, ДПС. ДПС. О, видите, что творится. Вот, я же забыла, что хотела сказать. Почёт курица. Да, курица. Спасибо вам огромное. Теперь мы знаем, но у нас ещё там есть эта курица. Теперь мы знаем, что есть вот эти бульоны. Кто говорит так, пишет. Это курица, которая уже, она старая, она уже не отживает свой срок. И из-за этого её решили кирдык-пердык и продавать. Ну, хорошо. Почему она такая жёсткая? Маленькая. А кто-то пишет, что это куры именно, чтобы яйца несли, не сушки вот эти. Ну вот, например, у нас, у соседей, у кого там это, все бройлеры, это уже не сушки. А почему она такая вся, такая жилистая, маленькая такая? И у неё кости такие жёлтые. Их говорить надо 10 лет. Ну, они самые вкусные на бульон. Конечно, мяса там мало, но они вкусные, бульон из них получается хороший. Вот так что спасибо вам огромное. Вот когда пойдём в агрокомплекс, спросим обязательно, что есть ли такие курочки, да? Интересно, какая цена на них, на эти курочки. Потому что вот у Марины там цена у них совершенно намного ниже, чем у этих бройлеров. Мы приехали. Магнит. Сеть магазинов. Семейный гипермаркет Магнит. Вон, здесь посмотрим. Мясо нам не надо. Мясо у нас есть. Посмотрим, да, вообще, что происходит, что по ценам. В этой жизни, в этом мире. Смотри, оказывается, он работает с 7.30 до 12 ночи, Сань. Если что, вдруг. Да? Ага, до 12 ночи. Пока тачку не берём, посмотрим. Маску одеваем. Все в масках. Маски до сих пор одеваем. Смотрите, что здесь виноград. 109. Надо взять. Надо взять. Чтоб был. В этот раз взяли одну штуку только. Давай, Сань, возьми эту тележку. Она, наверное, нам пригодится. Взяли в этот раз всего одну штуку. Вот классно. Вытяжку мыть. Сейчас акция. 109 рублей. А так 149. Что здесь? Для машины, Ванечки? Вот такие брали. Выветривается в миг. Всё, оно выветривается. Всё. Пошли. Дальше. Что здесь? Ферри, Мэри. 99 рублей нет. Так. Сколько он стоит? 109 рублей. Вот этот вообще 8. Ну, это для цветов. Что там? Подожди. Вот ещё какой есть. Грунт для рассады. Инновационный. Вот так. Вот это все много. Давай вот этот возьмем. А, это для всего? А, вот он, да? Это он? Да. Для томата. Ну, давай возьмём. Хватит нам? А там срок годности нормальный? А то будет нам томат. А подожди, а он сколько стоит? 189? Или какой там? Торфяная поляна. Грунт. Грунт. Агрикола. Рассады. Рассады. Нет, это вот 25 литров. О, 25 литров. Где? А, а здесь? Я надеюсь, здесь литров. А вот смотри, здесь какой есть. Вот такой этикетка. А есть для томатов и перцев. Я сейчас еда прости, не рассады. Ну, я сейчас, видишь, здесь огурцы и мукурцы. Давай возьмем. Вот этот поменьш. А он нам хватит один? У нас же там уже помидоры, перцы. Ну, ты сейчас все равно будешь в этих рассадывать. Ну, все равно. 10 литров там. Хотя бы 3. Давай еще один возьмем. Пригодится. В хозяйстве все пригодится. О, курица. 133 рубля. Магазинная. Корм. Кошкам, собачкам тоже есть. Все валом. Что там? Вот спрашивали про бумагу туалетную. Вся есть. Вот. Спокойно. Хоть 100 тысяч миллиард берете. Валом. На любой вкус и цвет. Даже, смотрите, есть по 7 рублей 99 копеек одна штука. Вот. Есть бумага и корм. А мы корм набрали, как с голодного края, да, Сань? Угу. Мы корм набрали, наверное, вот таких. Две получилось, тележки. Чтоб было. Хотя вот он есть. Но, видишь, одна пачка всего нашего корма. С утра полынует. Все есть. Все есть. Порошки, морожки, моющие средства тоже все есть. Все есть. Сорти, морти. Здесь тоже. Все есть. Ценников много желтых, да? Это видно. Вот сейчас такая цена, а уже новая цена. Вот. Это остатки, да, по старой цене? Из-за этого сейчас делают как акции. А мы вот раз с тобой взяли порошок. Персилы мы с тобой взяли. Трехкилограммовые мы брали по 299 рублей. Вот здесь 4,5 килограмма 600 рублей. В два раза. Ну, здесь порошок всегда дороже. В пятерочке по акциям всегда дешевле порошок. Вот мы уже знаем, что порошок надо брать в пятерочке. Там он дешевле. Даже если здесь акция. Бананы 90 рублей килограмм. Яблоки, новые урожаи 65 рублей килограмм. Капуста цветная, красная и белокочанная. Белокочанная 60. Краснокочанная 150. Цветная 250. Обалдеть! 250 рублей цветная капуста. Морковь 36 рублей. Чеснок российский отборный. 55 рублей 89 копеек. А, вот такой видно. Такой вид. Лук 22 рубля. Сейчас мы здесь наберем лука. Картошка 34 рубля килограмм. 34 рубля килограмм. Фасованный. 47,99. Наверное, вот этот килограмм. Ну и дальше там пошла мытая, красивая. Цены. Мы такую не покупаем. Мы покупаем обычную картошку. Такую мы не покупаем. Я даже не знаю, сколько она стоит. Разбираться здесь, смотреть. Ну вот, пожалуйста. 260 рублей 3 килограмма. Такую мы не покупаем. А вот сахар стоит. Сахар. Так, а какой цена сахар? 61. Ага, хорошо. Вот, пожалуйста, 61 рубль. 61 рубль 9 копеек. Килограмм сахара. Вот так. Семейный магнит. Никто не дерется, никто не вырывает ничего. Спокойно продается сахар. Пищевой. Вот, ребятки. Но мы еще рано приехали. Я не знаю, будет сахар, не будет. Ну вот он есть. И цена отличная. А то говорят, да, Сань, в Ростове уже слышали, что 200 рублей на авито по 150 продают. 61 рубль сахар, Сань. Да, искусственно все дают. Искусственно, да, искусственно вот это вот. Все как было, так и есть. И лук вот 21 рубль 99 копеек. Ну, сахар на сколько поднялся? Был 56. Ну, на 5 рублей, да. Да, все. Вот здесь сахар. Вот тут сахар, а вон соль. Сейчас посмотрим, сколько стоит соль. И все, но есть. Вот так еще никогда не стояло. Соль и сахар. Видно сейчас самое такое. Вот это вот. А, это иодированная. 12 рублей 59 копеек. Иодированная, вот она. Иодированная, а простая. А вот гречка. Йокорная баба. Самый такой товар вот так вот. Пожалуйста. Вот. 78 рублей. Пожалуйста. 78 рублей. Вот так еще никогда не было, чтобы гречку вот так выставляли. Соль, сахар и масло. Масло вообще вот. 92 рубля. 99 копеек. Вот. Масло Ставрополья. Даже дешевле, чем в пятерочке. Пожалуйста. Валом. Масло. Там тоже вон масло. Такие основные продукты стали вот так, видите. Не на полках, а она между рядами прям палетами выставляет. Мука. Так. Гречка. Вот она. 78 рублей. Валом. Мука. 57 рублей. 2 килограмма. Вот она. А что за мука такая? Никогда ее не видели такую. Ой, ой, ой. Сейчас, ребятки. Мука. Петровские нивы. Вот. Пожалуйста. 2 килограмма. 57 рублей. Отлично. Очереди нет. Народу нет. Никто не выбегает. Никто не разбегается. Консервы спрашивали. Вот они. Сюда даже никто не подходит. Они есть. Ролтоны, шмолтоны тоже все это есть. Короче, я сахар возьму тоже. Все берут. Это, видно, утро, да, Саня? За этого сахар есть. Геогинская станица. У кого закончится сахар, обращайтесь. Сколько я взяла? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 килограмм. Пусть лежит, кушать не просит. Потому что люди, представляете, сейчас подходят и говорят, а у нас в магазинах уже 90, а здесь 60. Бабулечка подошла, тоже пачку взяла. Упаковку там 12 штук. Это пока утро, да, наверное, сахар стоит? Потому что, смотри, как люди разбирают. Возможно, возможно. Да, люди прям разбирают. Что, нормальный лук поковыряться? Да. Цена такая, 20. 22 рубля, да. Джульетта говорит, ребята, идите туда, в супермаркет. Там он по 20 рублей. У нас, говорит, по 30, потому что у меня, говорит, была закупка дорогая. Видите, какая Джульетта. А у нас, по-моему, лук 30, сколько? 36? Ну, у нас лук. Не знаю. Ну, здесь надо набрать. Только высыпали, да, видно? Ну, да. Ну, люди набирают. Гречку сейчас возьмем маме. Видите, люди берут целыми вот этими. Ну, его еще привезут. Так, здесь она вот такая. А здесь такая. Так, а какая лучше? Помоги, Саня. Вот так. Такая здесь. Вот такая. Вот это получше, Сань. Слышишь? Вот это получше. Цена соревокая, Сань? Надо взять маме. Давай вот эту сразу возьмем упаковочку. Нормальная, нет? Нормальная или ненормальная? Да, я думаю, нормальная. А, бэм, бляк. Нормальная? Давай вот эту. Покрасивай. А, для 500-граммовая. Ну, у нас тоже 800-граммовая. Сколько она уже? 115 рублей. Самая дешевая гречка. Помнишь? Пятерочки. 115 рублей 800-граммовая. И то ее нету. Масло, наверное, не надо брать. Есть же дома. Что за масло? Я не знаю. Ставрополье. Ну, давай пару бутылок возьмем, да? Какие продукты, ребятки, почему мы берем? Они же не портятся. Правильно? Чтобы потом не бегать каждый раз по магазинам. Кидай в тележку, две бутылки. Там еще есть у нас. Это не так уж и много. Пойдем соль простую посмотрим. А то только иодированная. Давай, возьмем одну упаковку муки. Несмотря на то, что у нас есть. Блинчики, оладушки, пирожочки. Я не знаю, что это за мука цена. Видите, какая у нее? 56 рублей. Петровские нивы. Не знаю. Ну, короче, на такое пойдет. Пирожочки, миражочки. Бери. Ставь ее. Вот сюда. На пирожки пойдет. Ребятки, мы в семейном магните. Город Белореченск. Цены вполне такие, да? Дешевле даже, чем до всяких повышений всяких. Я говорю, про пирожки сказала. А что пирожки заходят? Какие пирожки, Саня? Саня, какие пирожки? Какие пирожки, Саня? Саня, идем дальше. Смотри, какой повар. Смотри, какой. А здесь, смотри, с чем он. А здесь. О-о-о. Балет. Мальчик, сколько стоит? Чего? А что это такое? 250 рублей. А что это? Картошино-натуральные сырные чипсы. Ну и флаком в руки. Вон, натуральные чипсы. Багажники. В багажнике сделаем натуральные чипсы. Пошли, что мы здесь стоим, Саня? Химоза. Соль нужна. Обычная соль. Крупная. Пищевая. Макароны. Вот тоже писали. Как у вас макароны? Макароны вот. Валом. Ну, кстати, макароны в этот раз поднимется. Не в этот раз. А вообще, да, Сань, подорожали макарошки? Макарошки подорожали. Это вот вообще вот 76 рублей. Вот так вот они стоят. Это просто здесь акция-макция. А так, да, макароны подорожали. Вот, пожалуйста, здесь. Так. Дрожжи. Вот эти дрожжи хорошие. Сахмомент. 15 рублей одна штука. Парочку возьмем. Как бы, чтобы не затерялись они. Так. Макароны. Макароны, макароны, макароны. Вот, пожалуйста. Шебекинские. 76. Рожки. 76. 450 грамм. Ну, такие вот цены. Ну, такие вот. 89. 95. 95. Ракушка мелкая. Пачка. Что там еще? Ну, вот. Макароны валом. Кто хочет, тот берет, кто не берет. Макароны не дешевые. Цены на макароны не маленькие. Вот, пожалуйста. 80 рублей. 80 рублей макфа. Макфа. 70 рублей. 77 рублей. Да. А вот, от магнита макароны еще вот такие есть. По 43 рубля. Кстати, вот такие брали. Очень даже классные. Они очень недорогие и дешевле, чем макфа. Аж макфа. Но ничем не хуже и дешевле. Вот, пожалуйста, здесь смотри. Макфа, видишь? 135 рублей 2 килограмма. Одна упаковка. 2 килограмма 135 рублей макфа. Спокойно лежит. Так, цельнозерновая. Маме нужно. А где цены? Цены? Подождите. Что? Макароны. Что? Лапша, царь. Удон? Удон. Один в один. Ага, 39 рублей. 40 рублей. Хорошо. Нам надо цельнозерновая. 87 рублей. Сань, бери. Вот эту увелку. Сколько тебе? Ну, давай, бери еще. Ага, вот так. Парочку возьми. Ее все равно так сильно не набирает. Это маме. У вилка 87 рублей. Цельнозерновая. Все. Соль. А соль, смотри, кстати. Вот мы пришли, здесь соль. А здесь только иодированная соль, Саня. Что ж такое? Это надо в добром соль посмотреть. Здесь все иодированная или вот такая мелкая. Ну, мы мелкой. Мелкой можно и яичко помакать. Но мы не солим мелкой солью. Как сказать? Суп. Варим. Вот у нас все крупной солью мы делаем. Все. Пойдем, Сань. Здесь что-то я ничего не вижу. Пойдем. Крупы тоже все есть. Вот эта гречка и здесь лежит. Вот, пожалуйста, есть еще вот такая гречка. 280. 199. Вот. Вот. 199 и 78. Вот, пожалуйста. 78. А это 200. Вот. А это 78. Есть разница? Практически нету. Гречка. Рис. 40 рублей. Пачка. Ну, он такой весь здесь дробленый, разный. Пробую. Сечкой смешан. Вот вот этот адриатика. Похож на вот тот, да? Чиби. Один в один был. С Чиби. Ну, 200 на 123 рубля килограмм. Вот так вот. Увелка. Рис для плова. По-узбекски. Со скидкой 70 рублей. Смотри, какой рекламный ход сделали по-узбекски. Нет, это не по-узбекски. Рис для плова. Рис для плова по-узбекски. Он совсем не такой. Он другой. Все, давай пойдем дальше, Саня. Смотрите, здесь такой вот прилавок. Многие спрашивают, что такое Маш. Где продается Маш? Вот, пожалуйста. Семейный магнит Маш. Вот он. 109 рублей. 450 грамм. Смотрите, какая фасоль. Гигантская, Саня. Что это такое? А, это мистраль чечевица. Нет, это не чечевица красная. Нет, фасоль лима. Фасоль лима, да. Смотрите, какая дорогая. 239 рублей. А что она такая? Белая, крупная. Она не то, что крупная, Саня. Она крупнющая. Вот, смотрите. Вот фасоль, и вот фасоль. Вообще вот. Красная фасоль, и вот. Обалдеть. Она огромная. Ну, а он нут везде продается. Вон, тут у входа мужчина стоит. Там намного дешевле. А здесь чуть-чуть для плова. Обожаю плов с нутом. Но мы нут заранее с вечера замачиваем, чтобы на следующий день делать настоящий плов. Мы делаем его с нутом. А вот, чечевица тоже спрашивали. Вот есть чечевица. Все есть, все есть. Никто ничего не это. Сколько хотите, столько берите. Вот масло, кстати, здесь. Есть наша здесь золотая семечка? Вот золотая семечка, пожалуйста. Вот мы ее берем. 109 рублей. Валом. Злата семечка тоже сейчас. 109 рублей. Злата. Тоже хорошее масло. Даже олей на 109 рублей. Я одно время только готовила на олейне. Но это было лет 10 назад. Вот только олейно. Строго олейно. Вот. Все. Цена туда жила. Олейно упала. Цена, смотри. 109 рублей стала стоить. В больших баклажках масло тоже. 199 рублей. Любое. Дефицита нет. Совершенно. Все есть. Ребятки, чай мы здесь не покупаем. Мы чай покупаем в супермаркет наш в станице Добрый. Там берем. Еще говорят, чай подешевле есть красное-белое. Мы здесь чай не покупаем. Ну вот. Цены на чай. Видят скидки, 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 скидки. Ну вот так вот. Говорят, Старбакс, да? Старбакс больше не работает, да? С нами, с Россией, да? Уходит. Это остатки? Нет. Это остатки? Это остатки. Да, это остатки. Вот этот кофеечек. Больше его не будет. Ну, так говорят. Может вернуться. Подожди, огурцы. Огурцы гладкие. 139 рублей, 99 копеек. Давай огурчики возьмем. Давай огурчики. Так, а помидорки почем? Помидоры, помидоры, помидоры. Так, помидоры. Помидоры, помидоры. Наверное, с той стороны сейчас. Помидорки. Так, огурцы гладкие 139. Огурцы 199. Так, помидоры я не вижу. Помидоры. Помидоры, помидоры стоили 150, сейчас уже 200. Парень, который работает, он говорит, да, цены поднимаются. Не на много, но поднимаются. Огурцы эти почем? 139 рублей, вышло на 100 рублей. 140 рублей, ну это нормально. Так и была цена у них, да? У них так и была цена. Ну, если на рынке брать, то они 220 рублей. В магазинах 220. Вот пятерочка магнит. Самый дешевый, вот эти гладкие огурцы стоят 140 рублей килограмм. Мы зашли сюда, где вот отдел для диабетиков. И вы знаете, в прошлый раз в комментариях написали, ни в коем случае, Люба, не покупай маме вот эти всякие вкусняшки на фруктозе. Потому что эта фруктоза, это тот же сахар. А я думала, почему-то фруктоза, это заменитель сахара. Фруктоза, это, ну она сладкая, но это и не сахар. Оказывается, это тот же сахар. И где что вижу, фруктозу брала. Как лучше хотела. И в комментариях написали, что, Люба, нужно маме брать стевию. Вот, пожалуйста, смотрите, вот. Есть вот такая стевия. Здесь, наверное, а, здесь вот эти шарики. Как эти, таблетки, да? Маленькие. Стевия. А вот еще, смотрите, есть заменитель сахара, природные компоненты. Не знаю, что это. Что еще есть? Стевия. Ух ты, 449 рублей 200 грамм. 450. Невидно, нет. Вот стевия, жидкий, о, жидкий, осластитель. Смотрите. Заменитель сахара. Фитпарад. Вообще, перворосвелье. Что еще здесь? Кисель. О, ребятки, желудочный. Он нас преследует. Так, ну, наверное, надо взять стевию, маме. Какую взять? Вот это, наверное, с таблетками, да? Ну так, как она выглядит. Она запечатана. Сколько там таблеток? Как ее пить? Не приводит к повышению уровня сахара и крови. Хорошо растворять и легко выйти из организма. А что тут? Что тут? Тут она запечатана, ребятки. А, 150 таблеток по 0,25. Все. Возьмем, маме. Спасибо вам огромное, что вы так советуете. А я брала это фруктозу. Я брала фруктозу все время. И смотрела, что... О, господи, смотрите, что. Макфа. Макаронные изделия спирали без глютена. 150 рублей. 150 рублей, Сань. Пачечка. Сань, держи, маме. А это что такое? Универсальная без глютена. Смотрите, мука. А это что? Рисовая без глютена. 135 рублей. Макфа. Без глютена. Наверное, есть люди, у кого, да, на глютен аллергия. Вот это вот, да, вообще оттас просто. Это же надо... Вот так вот не наберешь, да, вот так обычных продуктов. Не сможешь есть. Это же как высыпет. Бедненькие люди. У кого вот это вот... А вот смотрите, здесь что? Что это? Гречкин на фруктозе. Видите, на фруктозе это то... А какой смысл тогда фруктоза и сахар? Какой смысл эти фруктозы? Диабетикам нельзя, Сань. Представляешь, 104 рубля вот это стоит, шендермендер. Какой смысл, если вот... Ну вот в комментариях пишут, фруктозу не бери, это тот же сахар. А какому тогда это фруктоза? Вообще, что-то ничего не понимаю. Ничего не понятно. Ничего. Пойдем, Сань. Наверное, поехали все домой. Выходим с магазина. Все у нас есть. Конфеты я смотреть не хочу. Пойдем. Смотрите, какие цветочки продаются. Красивые. Красивые все. Открываем. Александр Петрович. Пparagus. Открываем.